Вала Щук СД пишет вам эссе, жизнь и рок-н-ролл, Вала Щук СД Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки и театрального искусства! Несмотря на то, что коронавирус еще не утихомирился, наша российская культурная жизнь потихоньку возрождается. Уже начались концерты наших музыкальных коллективов и спектакли наших прославленных театров. На позапрошлой неделе мы побывали на концерте группы Animal Jazz, на прошлой на концерте группы Аматори. А вот в этот четверг, 17 сентября, мы с супругой побывали на знаменитом спектакле «Шут Балакирев» в театре «Ленком» по одноименной пьесе Григория Горина в постановке Марка Захарова. Уже скоро год, как нет с нами великого русского режиссера Марка Анатольевича Захарова, и 20 лет, как нет с нами потрясающего сатирика, драматурга, сценариста и очень веселого и оптимистичного человека Григория Израилевича Горина. Но их произведения до сих пор для меня, по крайней мере, интересны и актуальны. К моему большому сожалению, я был знаком с их совместным творчеством только по киноработам, таким как тот самый Мюнхгаузен, «Формула любви», «Убить дракона». А вот театральные постановки посмотреть не удавалось, все время какие-то дела и заботы. Поэтому этот знаменитый спектакль «Шут Балакирев» 17 сентября мне удалось посмотреть впервые. Перед просмотром этой трагикомедии специально не читал никакой критики, чтобы составить о спектакле собственное мнение, о котором сейчас вам и расскажу, а также поведаю о тех мыслях, которые навеяла мне эта постановка. Начну с программки, в которой Марк Анатольевич говорит о том, что работа над спектаклем вместе с Григорием Гориным, шла методом веселых импровизаций, проб, ошибок, но и счастливых обретений. Думаю, именно так и должна делаться хорошая трагикомедия. Жизнь трагична, но не настолько, чтобы над этим трагизмом не посмеяться. Главным героем пьесы является «Шут» Иван Балакирев, хотя он человек из дворянского рода. Это действительно реальный исторический персонаж, один из приближенных Петра Первого. Но это не просто кривляющийся клоун. А как сказал в той же программке Марк Захаров, «Шут в понимании Горина – это не просто остроумный лицедей, это всеобщий любимец, вобравший в себя оптимизм народа, его отвагу и веселую удаль. Иногда его шуты обретали черты борцов, романтиков и героев. Впрочем, как и все живые люди, они переживали периоды мучительных раздумий и сомнений в избранном пути». Вот о таком шуте и повествует этот спектакль. Любой спектакль, фильм, литературное произведение интересны нам тогда, когда они затрагивают наши собственные, сегодняшние трудности и переживания, обнажают наши собственные проблемы, когда мы можем провести параллели с современным положением вещей, когда, знакомясь даже с произведением многолетней давности и даже совсем другой культуры, мы видим, что и тогда, и сейчас, и везде на земном шаре люди решали и решают одни и те же общечеловеческие проблемы – быть или не быть, а если быть, то кем? Когда мы можем найти в произведении хоть какие-то ответы на волнующие нас вопросы, либо наоборот, задуматься над поиском ответов на вопросы, ранее нас не волновавшие. Такова участь талантливо сделанного произведения. Оно выходит за рамки национальности, места и времени. Именно так я бы охарактеризовал спектакль «Шут Балакирев». Передо мной разворачивалась картина нашей современной русской действительности с ее безалаберностью, воровством, пьянством, русским авось, весельем, любовью и жестокостью. Все прям как сейчас, несмотря на трехсотлетний антураж. И рассуждение Петра Великого, великолепно сыгранного Александром Лазаревым, о том, что вроде не русские по национальности Лефорт и Ганнибал, а тем не менее они настоящие русские люди, герои, родители Отечества. И вроде бы русский, по выражению Петра, Алексашка Меньшиков, а вор и взяточник, то есть получается вредитель и изменник. И рассуждение обер-прокурора Ягужинского, с большой иронией, сыгранного Дмитрием Гизбрихтом, очень напоминают многих нынешних ментов и прокуроров, считающих, что посадив кого-то в тюрьму, они этого человека облагодетельствовали, так как спасли от каких-то других невзгод и неурядиц, а то и от самой смерти. И рассуждение матери Шута Балакирева, потрясающе комично сыгранной Татьяной Кравченко, поучающей невестку, что надо уметь врать и учиться этому надо сызмальства. Все это и многое другое делает спектакль абсолютно современным. Мы видим на сцене нашу современную российскую действительность. В философской, шекспировской глубинной спектаклю придала сцена загробной жизни, где Шут Балакирев встречается с Петром Первым, а также с теми, кого Петр умертвил, с его друзьями и сослуживцами. Здесь император задает Шуту извечные вопросы. «Для чего же ты, Иван, жил на белом свете?» И нет у Шута никакого ответа на этот вопрос. Но в этом тоже наш традиционный и очень современный русский ответ на этот вопрос. Никакого ответа, то есть. Заключительная, очень лиричная сцена, также наполнена глубоким философским смыслом и оптимизмом. Когда Шут Балакирев, по наказу Петра Первого, взяв в руки какой-то диковинный духовой инструмент, который он видит впервые, да и вообще не умеющий играть ни на чем, исполняет прекрасную мелодию. Причем актер Сергей Ююкин, убедительно сыгравший Шута Балакирева, действительно вживую сыграл эту мелодию, ну либо очень точно попадал своими движениями в фонограмму. Этой заключительной мелодией постановщик спектакля, незабвенный Марк Захаров, еще раз напомнил всем нам, что жизнь прекрасна и удивительна, и продолжается несмотря ни на что, и что нам, русским, все по плечу, особенно если Россия в лице императора вдохновит нас на подвиги и свершения. Россия всегда была сильна царем, но это уже мое личное мнение. Такой вот интересный спектакль. Помимо глубокой смысловой нагрузки спектакля, отмечу великолепную сценографию, сценомеханику и освещение. На сцене было мало реквизита, одни струганые доски до стулья, но хорошо создавалось впечатление антуража того времени. Это же ощущение дополнялось отличными сценическими костюмами. Музыкальное сопровождение было также прямо в точку, так как оно постоянно присутствовало, но его не было заметно. Это и есть прямо в точку. Причем артисты театра, бригада шутов, в исполнении Александра Горелого, Арсения Сергеева, Олега Кныша, Алексея Кокорина, Дмитрия Мальцева, Андрея Сергеевского и Анжела Воропаева пели вживую и пели не в унисон, а профессионально, в интервал, что звучало очень красиво. Особо отмечу еще одного шута, который стучал на различных барабанах и литаврах, и которого сыграл заслуженный артист России Анатолий Абрамов, знаменитый барабанщик рок-группы «Аракс», а также группы «Черный кофе» и «Цветы». Я благодарен своим друзьям из театра, которые в Антракте познакомили меня с легендой русского рока. Я не мог их... То есть для них я был предатель, я журнал был уезжать на 5 лет. Я не поехал с ними. То есть меня планировали туда, ребята мне говорят. Я не поехал. Это вот единственное то, что... А что нет? Тогда вот сюда заболадать. У нас идет маленький легкий бардак. Послушать как студент. Готовьтесь. Араксовская. Готовьтесь. Потому что Аракс была моя любимая группа. Готовьтесь. Антоновские песни. А вот у нас, смотрите, вот так все здесь. А вот и «Черный кофе» здесь Артолия Сергеевича составила. Нет, мы нас разогнали, я и у Стаса наслаждался. У Стаса стучали. Я видел. Цвета? Да. Я сниму, е-м-м-м-м. «Черный кофе» из Валерия, из СВ. В общем, я с кем-то не работал. Ну, вызывали. А я не отказывал. Неправильно. Теперь выскажу несколько критических замечаний. Хотя главным героем пьесы являлся Шут Балакирев, по моему мнению, центральную, действительно главную роль сыграл наш, не побоюсь этого слова, выдающийся артист, народный артист России Александр Лазарев, сыгравший Петра Великого. Сергей Ююкин прекрасно справился с этой ролью Шута, но не в обиду ему будет сказано, главным на сцене был Александр Лазарев. Очень убедительно сыграл князя Меншикова другой наш народный артист Виктор Раков. А центральной юмористической фигурой на сцене была мать Шута Анисия Кирилловна, сыгранная нашей народной артисткой Татьяной Кравченко. Каждый эпизод с ее участием вызывал бурный смех. Я всегда говорил и буду продолжать утверждать, только великий актер умеет играть по-настоящему смешно. Ходить с серьезным выражением лица по сцене могут многие, а вот сыграть смешно – это действительно признак высокого профессионализма. Аплодирую этой великой актрисе. Вернусь к критическим замечаниям. Хорошо играла императрицу Екатерину Алексеевну актриса Виктория Соловьева. Но не было, на мой, конечно же, субъективный взгляд, в ней величавости и властности, присущей любому человеку, долгое время обладающему неограниченной властью, то есть властью, позволяющей казнить и миловать без суда и следствия. Это я оправдываю только ее молодостью, так как актриса, на мой взгляд, перспективная. И эта властность придет, надеюсь, к ней с жизненным опытом, после различных успехов и, к сожалению, неудач, после принятия многих непростых жизненных решений. Так же, как и убедительность придет к Сергею Ююкину, сыгравшему на сцене вторую роль, будучи по сценарию в главной роли. Аплодирую игре всех актеров, задействованных в спектакле, а задействовано их было 24 человека. Аплодирую режиссеру спектакля, заслуженному деятелю искусств России Юрию Махаеву, сохраняющему наследие Марка Захарова, а также режиссеру-сценографу, народному художнику России Олегу Шейнцесу. Отмечу также слаженную работу и других работников театра, музыкантов, осветителей, работников сцены. Великолепный спектакль. Такая работа под силу только большому репертуарному театру, коим и является Ленком. С этого года носящий имя нашего великого режиссера Марка Анатольевича Захарова. Ленком Марка Захарова. Спектакль рекомендую к просмотру любому человеку. Это и интересная, и познавательная, и трагичная, и веселая история. А значит история очень жизненная и современная. Она не может не понравиться. До свидания, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова